Здесь надо смотреть на эти изменения и рассматривать общую картину, а не в частности только повышение либо понижение тарифов на услуги данного рода, например, госпошлины по получению прав и свидетельства технического состояния автомобиля. Есть несколько нюансов. Во-первых, существует большая проблема у тех, кто приобретает автомобиль, в том, что они не могут получить полноценную информацию по автомобилю, насколько данный автомобиль является юридически чистым с точки зрения документального, потому что большое количество автомобилей, которые продаются, бывали случаи, что они находятся в угоне, заложены в кредитных организациях. Естественно, это, с одной стороны, положительно, так как эти изменения, они не просто увеличивают стоимость услуги, они, как я понимаю, добавляют новые, скажем так, требования для участников дорожного движения, автомобилистов. И теперь новые СТС, сокращенные свидетельства, будут получаться и выдаваться с внутренним чипом, на котором будет зафиксирована вся информация по автомобилю, сколько владельцев было, какие были ДТП у этого транспортного средства и так далее, и так далее. То есть этот документ теперь будет содержать полную информацию на автомобиль. То есть, с одной стороны, это хорошо и положительно для тех, кто приобретает автомобиль, да, потому что существует огромное количество там разных теневых схем, по которым один и тот же владелец там несколько раз может продавать один и тот же автомобиль, потом его в судебном порядке возвращать себе и не нести за это никакое наказание. Да, вот существуют такие у нас проблемы в законодательстве, которые не регулируют вот эту часть, скажем так, законности передачи и приобретения автомобиля. То есть это одна из составляющих. То есть она, в принципе, по своей сути положительная. С другой стороны, повышение пошлин, оно заставляет также многих перекупщиков и тех, кто в год там по несколько автомобилей на себя оформляет, заставляет повышать пошлины и, соответственно, в свою очередь тоже эти люди, может быть, задумаются в следующий раз, и количество таких перекупщиков, которые занимаются спекуляцией автомобилей, будет меньше. Да, тоже из этого может выйти, скажем, такой положительный эффект. Другая составляющая – это одна из таких линий чипизации и полноценной передачи информации о гражданах нашего государства. В частности, начинается это сейчас с транспортных средств, права, где содержится также личная информация о человеке. И предполагается в дальнейшем, что там и будет биометрика в этих правах, то есть что человек не сможет, как, опять же, там существовали разные теневые схемы, получение там нескольких прав или получение еще одних прав у тех, кто этих прав был лишен, например, по тем или иным причинам. Также, естественно, увеличение пошли, неизвестно пока будет, какое это увеличение, также влечет за собой лишние затраты на автомобиль. Каждый гражданин Российской Федерации и так платит огромные налоги на автомобили, которые в некоторых субъектах непонятно куда идут, потому что дороги не делаются, которые должны делаться на эти средства, и так далее, и так далее. То есть тоже существует вопрос, куда эти средства направляются и каким образом они используются. Если это увеличивается, стоимость, значит, этой услуги, тогда граждане должны получить полную гарантию того, что эти средства будут идти действительно на улучшение инфраструктуры дорожно-транспортной и так далее. То есть вторая, в некоторых субъектах для людей там та же тысяча, полторы тысячи рублей, это большие деньги, которые они должны дополнительно будут выплачивать. С одной стороны, также граждане должны получать эту информацию и участвовать в том, чтобы соглашаться с тем или не соглашаться. Я вообще выступаю за то, чтобы сохраняли и старые, скажем так, свидетельства, которые человек хочет получить, например, по старому образцу, и вводили новые. То же самое, как загранпаспортами старого образца и нового образца. А некоторые люди хотят себе уже биометрически на 10 лет, к примеру, да, это упрощает ему. Не надо через 5 лет менять паспорт, но, с другой стороны, он должен передать, и он дает согласие, скажем так, на то, чтобы передать свои биометрические данные о государстве. Я, например, не хочу передавать свои биометрические данные о государстве до того времени, пока государство не даст мне гарантии безопасности моих личных данных. То есть это вот вторая сторона медали. То есть здесь есть и плюсы, как и во всех изменениях и преобразованиях можно найти. Также и можно найти, соответственно, минусы в этих изменениях, которые грядут. Спасибо.